Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии». Сегодня мы в гостях в горячем ключе у нашего нового лектора Никиты Степаненко, историк, закончил Армавирский государственный педагогический институт. Сегодня Никита нам расскажет много очень интересной информации об адыгах-черкесах, об истории, в частности, по общим вопросам, касающихся истории черкесов. И у нас есть такая специализированная интересная тема, будет сегодня про перебежчиков со стороны российских солдат, со стороны казаков и обратно. Прежде чем мы начнем, я бы хотел немножко сказать пару слов о проекте «Шапсугская экспедиция», который стартует уже в ближайшее время. Следите за информацией, можно будет помочь в развитии этого проекта, чтобы экспедиция получилась действительно классной. На планета.ру будет опубликована эта информация по поводу экспедиции, так что следите за новостями. Никита, предлагаю для начала познакомить зрителей с твоей работой, с самим собой. Представься, пожалуйста. Какая у тебя специализация? Здравствуйте, друзья. Меня зовут Никита, моя фамилия Степаненко. Я закончил бакалавриат Армавирского государственного педагогического факультета. Также мне посчастливилось закончить магистратуру этого вуза. И на данный момент я обучаюсь в аспирантуре АГПУ. Я занимаюсь темой, она называется «Локальное переселение на северо-западном Кавказе в условиях интеграции региона в состав России в 30-60-е годы XIX века». Такая тема сложная, сложно сформулированная, но это работа о том, как вот этот сложный период конфронтации между Россией и Закубанием. Российские подданные переходили к немирным горцам. Почему они переходили? Какой прием их там ждал? Как относились российские власти к этим людям? И с другой стороны, по каким причинам адыги переходили на сторону Российской империи? Что их побуждало? И какой прием ждал их в Российской империи? Мы с моим научным руководителем, профессором Великой Натальей Николаевной, Натальей Николаевной пришли к этой теме, вот как-то вот нашли свою нишу, которую мало кто исследовал. Приходилось информацию собирать буквально по крупицам. Буквально, например, книгу читаешь большую, ради того, чтобы выбрать оттуда материалы, там на страницу, там пару абзацев. Перелопачивали кучу архивных документов, буквально ради пары строчек, там несколько дел, вот этот рукописный текст. Ну, в общем, действительно, да, мощная работа, но зато очень интересная. Ну, давайте начнем. Да, ну и в целом хотел определенные, да, такие рэперные точки обозначить. Вообще, в социальных сетях идут жаркие дискуссии по поводу нашего прошлого, общего прошлого. И очень часто люди сыпят различные оскорбления в перемешку с какими-то аргументами. И в целом ни к чему хорошему это не приводит. Я считаю, что, ну, размышляя над этим, я наткнулся на исследование одного американского психолога, Элизабет Лофтус, которая экспериментальным путем доказала, что человек, память наша, она избирательна. И мы воспринимаем и трактуем факты и события, исходя из уже сложившегося нашего мировоззрения. Поэтому я предлагаю начать как-то сомневаться, сопоставлять факты, причинно-следственные связи, для того, чтобы с разных сторон посмотреть на нашу общую историю. И во многом наша работа с Натальей Николаевной, она и заключается в том, чтобы посмотреть именно с разных сторон, с точки зрения российских перебежчиков, с точки зрения адыгов, которые переходили на российскую сторону. То есть это такой частный взгляд на большой процесс. Так как критический научный подход. Да, в дальнейшем я также готов принять участие в конструктивной и вежливой беседе, обсуждении каких-то вопросов. И в заключении я хотел обозначить важный для меня тезис, который будет проходить в важной, вот такой красной линии по всему рассказу. Ни Россия, ни закубанцы не были ни хорошими, ни плохими. Они были такими, какими они были в том историческом времени. Цели и задачи двух сторон были определены объективным ходом исторического развития. Но они были такими. С этим мы сделать ничего не можем. Ну, перейдем теперь непосредственно к теме, которая в том числе волнует многих интернет-пользователей. Почему же Россия пришла на Кавказ? Что ей там было нужно? Ну, для начала хочу рассказать о том, в целом о России. Потому что часто мы зацикливаемся просто на российско-кавказских. Вот этот фокус, Россия на Кавказе и все. А шире мы никак не берем. Давайте возьмем... Как если у вас Россия в целом. Да, как в целом это проходило. Ну, начнем с того, что в 16-17 веках российское государство испытывало очень серьезную угрозу как со стороны Запада, со стороны Польского королевства, Речи Посполитой, так и со стороны Крымского ханства. С юга каждый год осуществлялись ежегодные набеги на российские территории. Тысячи пленников уводили в Крым и в Кафе, в современной Феодосии. Их продавали турецким купцам. Генуэзская традиция. Проблема была очень серьезная для российского государства. И, например, в 1671 году крымский хан Девлет-Гирей вместе со своим войском сжег Москву. В 1672 году удалось большими усилиями остановить, разгромить крымского хана у деревни Примоладьев. И в этих двух походах крымского хана участвовали в том числе и черкесы. Потому что на тот момент они были в зависимости от крымского ханства. С другой стороны, в 17 веке, в период смутного времени, поляки тоже захватили Москву, там сидели, шведы в свое время захватили Новгород. И во все эти моменты российская государственность была под очень серьезной угрозой. Российское общество и государство поняли, что необходимо централизовать свои ресурсы для того, чтобы как-то выживать и защищаться в этом опасном мире. И из этого исходит потребность в централизации. В 17 веке у нас шел процесс централизации Романовыми. И одновременно шел процесс оформления юридического крепостного права. То есть два эти явления, они взаимосвязаны. Необходимо было централизовать ресурсы в единых руках для того, чтобы активнее бороться за место под солнцем на вот этой внешнеполитической арене. И наибольший рассвет, наибольший смысл вот эта проблема, это явление централизации приобрело при Петре I, который ввел принцип крепостной зависимости для всех. То есть царь служил Отечеству, дворянство пожизненно также должно было служить Отечеству на разную, там в армии, на флоте, на гражданской службе. А для того, чтобы дворяне эффективно могли служить, к ним прикреплялись крестьяне, которые, как подразумевалось, должны были удовлетворять их нужды. И во многом, благодаря централизации ресурсов, удалось создать регулярную армию, удалось создать флот. И Россия в 18 веке перешла в наступление. Начали. Горские народности осуществляли набеги на эти территории. И Россия ставила перед Турцией этот вопрос. Для того, чтобы она, как законная обладательница этих территорий, навела там порядок. И в частности, по Ярскому договору, который подвел итог под очередной русско-турецкой войной 1791 года, Османская империя брала на себя следующие обязательства. Цитирую. Употребить всю власть и способы к обузданию и воздержанию народов на левом берегу Кубани, обитающих при границах ее, дабы они на пределы Всероссийской империи набегов не чинили, никаких обид, хищничеств и разорений российско-императорским подданным и их селениям, жилищам и землям не приключали ни тайно, ни явно, ни под каким видом людей в неволю не захватывали. То есть проблема набегов, проблема захвата невольников, она стала на Западном Кавказе уже в конце XVIII века и стала на дипломатическом уровне между двумя империями. И в конце XVIII века Павел I велел начать активно осваивать вновь приобретенные территории и войскам строго-настрого запрещалось переходить Кубань для того, чтобы отвечать на эти набеги, потому что это была граница между двумя империями. Затем в 1798 году отношения между Российской и Османской империей в контексте активности Наполеона Бонапарта в Египте значительно улучшились. И после этого был заключен новый договор, согласно которому российские войска имели право переходить через Кубань и осуществлять так называемые репрессалии. То есть, по сути, это были ответные набеги на горские территории. Но проблема заключалась в том, что если, например, набег совершали жители каких-то горных районов, то страдали преимущественно жители равнинных территорий, которые, возможно, и не принимали никакого участия в этом набеге. И вот эта такая несправедливость, она служила поводом к эскалации конфликта, к взаимному недопониманию и к обострению этого силового противостояния. Российские власти предпринимали не только попытки какого-то силового воздействия на население Левобережья Кубани, но также предпринимались и какие-то меры мирного сосуществования. Россия, в частности, предложила торговлю. В 1811 году на Кубани были учреждены так называемые «меновые дворы», на которые адыги могли привозить продукты своего труда, в частности, лес, мед, пшеницу, и обменивать на те товары, в которых они нуждались. Первым популярностью среди адыгов пользовалась соль, потому что соли не было на этих территориях, и они не активно нуждались. В 1829 году окончилась еще одна русско-турецкая война. Был заключен Адрианопольский мирный договор. Согласно условиям этого договора между Османской и Российской империями, территория закупания Левобережья Кубани, Черноморское побережье полностью входили в состав Российской империи. Российская империя воспринимала юридически эту территорию как свою собственность. И ставился вопрос о том, что нужно было эту территорию осваивать как-то. В целом, если посмотреть на Российскую империю, первая половина XIX века шел процесс активного расширения. В войнах со Швецией, в войнах с Францией были приобретены новые территории, в частности, Финляндия, царство польское. И российские власти также пытались проводить там политику какой-то интеграции этих регионов в состав Российской империи. Российская империя требовала два важных таких пункта, предъявляла два важных тезиса окраинам и их элитам. Первый тезис – это была лояльность. Эти территории должны были полностью подчиняться российским императорам. И другой тезис – это была законность. На данных территориях должен был быть порядок, должна была царить законность. В частности, петербургский профессор Борис Миронов приводит такие цифры, что в первой половине XIX века в Российской империи преступность была ниже, чем во Франции в 4 раза и ниже, чем в Англии в 7 раз. То есть вопрос о законности стоял насущно. И во всех своих манифестах российские императоры объявляли, что они желают, чтобы на территории Российской империи была тишина и был порядок. Это были такие важные тезисы. Еще одно важное хочу сделать замечание. У российского философа Николая Бердяева есть такое высказывание. Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы жизнь окончательно не скатилась в ад. Конечно же, Российская империя первой половины XIX века была далека от какой-то утопии, от идеального государства. Внутри государства были острые противоречия. Внутри государства существовало крепостное право, гнет дворян над крестьянством. Из учебников истории мы все это прекрасно знаем. Но в своих взаимоотношениях с окраинами Российская империя старалась проявлять терпимость и даже какой-то либерализм. Например, в отношениях с Польшей, когда она была включена в состав империи, полякам даровали конституцию, которой не было в России, и полякам даровали парламент, которого также не было в России. Когда в 1830 году в Польше началось восстание, российские войска это восстание подавили, и все эти свободы и вольности у них забрали. Потому что они не выполнили этот договор, не соблюдали лояльность и законность на данной территории. Другой пример это Финляндия, которая продолжала в законности, в тишине и порядке существовать, и так она автономно фактически просуществовала в составе Российской империи вплоть до 1917 года. Пока не обиделся. Да, то есть российские власти умели договариваться. С другой стороны, ситуация на Северо-Западном Кавказе она собой представляла разительный контраст. Еще с 18 века были постоянные набеги на российские территории, постоянная военная напряженность. И в частности, Паскевич, который был в 30-е годы, 20-е, 30-е годы главнокомандующим на Кавказе, он также писал в своем письме канцлеру Несельроды, который был тогда фактически министром иностранных дел, о целях российской политики на Кавказе. Он писал, «Цель правительства в отношении горцев, населяющих Кавказ, состоит в том, чтобы, водворив общее и частное спокойствие между всеми полудикими племенами, сделать их мирными и полезными подданными его императорского величества и вместе оградить безопасность сопредельных русских земель». Конечно, Паскевич такие вольные давал характеристики населения. Вот этим жителям Кавказа. Ну, он был человеком своего времени. Особенно актуальной проблемой безопасности на северо-западном Кавказе была в контексте того, что в регион постоянно пребывали различные агенты иностранных разведок. Известны уже нам Лангворд, Белл, Спенсер, Лапинский, тоже поляк Молодецкий, различные агенты, которые фактически вели здесь подрывную деятельность. С другой стороны, также остро стал вопрос о безопасности во время Крымской войны, когда российские власти оказались по итогам Парижского мирного договора 1856 года без военного флота на Черном море и без укреплений на территории Черного моря. То есть, фактически, вот этот южный фланг Российской империи был открыт. И, естественно, нужно было эту территорию брать под свой контроль, как это воспринимало российское правительство, для того, чтобы минимизировать опасность со стороны европейских держав. Таким образом, главной идеей российского государства в данном регионе являлось установление законности и порядка так, как она это понимала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...